Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в этом видео мы с вами затестим в рандоме СОМУ АСМ, который сейчас есть на продаже в комплекте с Т77 за 12 тысяч золота. Своё мнение по данному комплекту я уже высказал в отдельном видео, вот ссылочка на него, переходите, посмотрите. Ну и плюс в этом видео вы найдёте точно такой же тест в рандоме, только на Т77. Давайте кратенько для тех ребят, которые поленятся переходить по данной ссылке и не смотрели моё предыдущее видео. Я считаю, что 7 тысяч за СОМУ АСМ это вполне нормальный, адекватный ценник даже за голую машину. Т77 тоже стоит своих 7,5 тысяч золотом, опять-таки в голом состоянии, без ничего, просто машина и слот в ангаре. Ну и соответственно за 12 тысяч, а усреднённо это получается всего лишь по 6 тысяч за танк 8 уровня, я считаю, что набор является действительно годным. Плюс к тому за эти 6 тысяч голды вы получаете легендарный внешний вид на каждую из этих машин и на Т77 его легендарный внешний вид действительно очень круто смотрится. СОМУ АСМ смотрится простенько, но со вкусом. Что касается Х5, то в комплекте есть на каждую из данных машин и плюс к тому, ребят, вы экономите порядка 2 миллионов серебром на открытие оборудования на каждом из этих танков. Суммарно получается по моим подсчётам где-то в районе 3,5-4 миллионов серы. Вроде бы то и неплохая, согласитесь, экономия. А всё, что у вас сэкономлено, можно сказать, заработано. Поэтому, ребят, за 12 тысяч этот набор я считаю действительно годным. Своё мнение по поводу Т77 я уже высказывал неоднократно, в последнем видео в том числе. Ссылочки обязательно добавлю в описании. То же самое сделаю и по СОМУ АСМ. Добавлю ссылки на те видео, которые я ранее снимал на СОМУ АСМ, для того, чтобы вы смогли посмотреть дополнительные видосы и с них, соответственно, взять себе дополнительные информации к размышлениям. Что касается самого СОМУ АСМ, кратенько пробежимся по ТТХ и сразу ринемся в бой. По ТТХ здесь орудие, которое не блещет, но вполне себе комфортное. Что подкачивает? Подкачивает ДПМ, всего лишь 1862 единицы. Это из-за того, что у вас время перезарядки составляет целых 24 секунды. У вас есть три снаряда в магазине, которые суммарно дают 930 единиц среднего урона с барабана, либо 310, соответственно, с одного выстрела базовым снарядом. Нормальное пробитие, которого действительно достаточно в боях. Ну и плюс к тому, то, что действительно еще подкачивает, это время перезарядки снарядов между собой в самом магазине, составляющее 3 секунды. Не самое комфортное время перезарядки между собой в магазине, но терпимо и играбельно, главное, к этому просто привыкнуть. Что касается времени сведения и разброса, это, ребят, мы с вами будем все заценивать непосредственно в самом бою, куда мы, ребят, с вами и отправляемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Запас прочности и представьте себе, что с одного барабана мы делаем ее абсолютно шотной для любого нашего союзника. Так-с. Время сведения. Ну, я считаю, что оно вполне комфортное, вполне нормальное. Да, понятное дело, хотелось бы, чтобы оно составляло где-то там 2,5 секунды, 3 секунды, но все-таки, ребят, давайте не будем зажираться и будем помнить, что это все-таки барабан, который, ну, прям очень-очень кусючий. Что касается живучести машины. Если сравнивать данную тачку, допустим, с тем же самым Т77, то конкретно в моих руках машина является более живучей, нежели Т77. Сейчас меня немножко подзажали здесь, необходимо проскакивать. Погнали, погнали, погнали. Я, правда, до сих пор нахожусь на перезарядке, это не очень хорошо, но все же, ребят. Привет, Дефендер, давай с тобой обменяемся любезностями. Я тебе отдам все, что у меня есть. Ну и, соответственно, сейчас, ребят, отправлюсь в ангар, потому что прикрывать меня, к сожалению, больше некому. Давайте будем смотреть. Ну, во-первых, вот вам, пожалуйста, комбашня, про которую я говорил, в которую вам будут закидывать прям на ура. Что касается остальных пробитий, то они были рандомным выцеливанием. Да, есть в нижнем бронелисте, но в целом за бой я получил, как мне кажется, неплохое количество снарядов, которые прилетели ко мне без пробития как корпусом, так и башнем. Досматриваем бой. Обязательно сейчас возьмем машину, заедем еще в один, после того, как заценим результаты по этой катке. Итак, друзья, вот они результаты нашего боя. Мне поставили диз. Я не знаю, за что мне это сделали, что я такого прям там учудил в бою, чтобы меня дизлайкнули, но давайте будем смотреть еще раз на результаты. 3000 единиц урона, 3 уничтоженных соперника. При этом результаты по фарму составляют практически 76 тысяч серебром с учетом према и без према 46700. Это при том, что я не концентрировался на бою, просто на расслабоне играл, параллельно с вами разговаривал и рассказывал вам свое впечатление и свои ощущения от Собо. Кто меня дизнул? Мне действительно интересно, кто этот великий герой, который прям посчитал, что мое первое место в команде по урону и 3 фрага недостойны. Ну не то, чтобы лайкоса, а хотя бы засунуть свой язык в задний карман штанов и промолчать. Давайте посмотрим, кто это. Ну да, действительно, ты просто свирюга. Вообще, ты настолько крутой чувак. Те уже поставили и уточку, и палец вниз. Не знаю, что ему ответить. Давайте вообще ничего ему не будем отвечать, он просто не достоин нашего внимания. Похвалим обязательно наших соперников, они действительно достойно сражались и мне было приятно с ними играть в одном бою. Ну и давайте заедем еще в один бой, для того, чтобы посмотреть, насколько машина ровно играется от одного боя к другому. Недавно, друзья, я встретил у себя под видео интересный комментарий. Он включал в себя нецензурную лексику и, как многие из вас знают, я не приемлю матерщины у себя на Канаре. Я себе этого не позволяю, уж тем более не позволяю это своим зрителям. Так вот, если перевести комментарий на нормальный человеческий язык, на культурную манеру общения, то там было написано что-то типа «Зачем мне смотреть твои обзоры, если в них ты показываешь проигрыши и в твоих боях нет ничего крутого и нет крутых результатов». Ну, как-то так, культурно это можно перевести. Так вот, ребят, отвечу в первую очередь автору данного комментария, потому что я не посчитал за необходимое тратить свое время на набор текста. Мне проще это сделать устно. Ну и плюс скажу вам, почему я показываю в том числе и проигрышные бои. Дело в том, что когда вы смотрите какой-нибудь бой с суперкрутой, с суперкрутыми результатами, там, где игрок на танке разбирает всех, кого не лень, получает двух мастеров за одну катку и так далее, и этот бой однозначно вырезан из десятка или двух десятков других боев, то честности обзора в этом абсолютно никакой нет. И мне кажется, что это несправедливо по отношению к зрителю, потому что обзоры, а не фановые катки, мы смотрим с вами для того, чтобы принимать взвешенные решения в отношении того, а стоит ли нам тратить свою голду на приобретение той или иной машины. Так вот, если вы смотрите такие обзоры красочные, великолепные, феерические, с умопомрачительными результатами и шикарными победами, то будьте готовы к тому, что в реальности перед вами будет картина тех боев, которые показываю я. Тех боев, в которых вы не будете 100% навсегда побеждать, тех боев, в которых вы не будете вывозить обязательно по 2 миллионам серебра за проигрыш. Ну, короче говоря, реальные бои в любом случае вас настигнут. И вопрос в том, они настигнут вас когда? Когда вы еще не потратились на приобретение какой-то машины и не купили себе что-нибудь там тысяч эндок за 10, за 15, ну а потом расстроились? Или все-таки эта информация будет у вас заблаговременной, вы будете понимать, что, возможно, конкретно данная машина, конкретно в ваших руках, может быть не настолько крутой и интересной. Вот так вот получилось конкретно в этой катке. Что касается пробитий. Ну, как вы видите, что у нас страдает? Правильно. Командирский лючок. Досматриваем этот бой и считаю, за необходимое взять машину еще одну каточку, для того, чтобы попытаться ее все-таки чутка получше реализовать. Итак, друзья, спасибо большое моим союзникам за то, что в данном случае у нас победа, а не поражение. Никчемный результат в 1150 единиц, который я, в принципе, результатом для СОМО считать не могу. Я считаю, что это провальный бой на данной машине. Машина вполне спокойно может делать по 3000 единиц урона вообще без печали. Главное, чтобы бой нормально сложился в вашу пользу. Не буду сейчас тратить время на лайкосы и так далее, хотя делаю это довольно часто, а просто отправляемся в следующий бой. Ну что, поехали. Зря ребята сейчас туда лезут. Перевес все-таки в тяжелых танках не в нашу пользу, и поэтому давить в тупую направление тяжей это занятие глупое. Я не хочу принимать в нем участие, хотя, возможно, делаю сейчас стратегическую ошибку. Я попытаюсь все-таки немножко объехать все это дело. Сразу подключим ускорение передвижения и погнали. Ну вот вам, пожалуйста, АМХ 50-100, который собрался с помощью своей некислой подвижности, как для тяжелого танка, закинуться к нам в корму. Ну и, соответственно, я думаю, что ничего хорошего с этого бы не получилось. Так, очень надеюсь, что сейчас в Бортину не прилетит. Если не прилетит, то уже, уже правильно все делаю. Так, ну а теперь давайте попытаемся отработать товарища барабаном. Ну, давай, покажись еще разочечек. Ну и откатываемся назад. Типичная стандартная игра на барабане. АМХ шуганулся. Скорее всего, поддержки у него нет. Понимает, что он шотный, но, блин, долго, долго еще перезаряжаться. И добрать, к сожалению, его не смогу. Вот ВЗХ, которая должна была его поддержать, но она этого не сделала. И я думаю, что она сейчас за это может не кисло заплатить. Так, не будем наглеть. Отходим назад. Ну, сейчас буду отхватывать. Так, хорошо. Два раза фартанул, а третий раз не вывезу. Целых 11 секунд перезарядки. Это очень много. Прям ой-ой-ой, как много. Так, поехали. Как говорится, барабан мне в помощь. Да. Исушке не повезло. Навряд ли успею я его спасти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Неприятно. Неприятно сейчас получилось, конечно. Да что ж такое. Так. Давайте сделаем вид, что мы его пугаем. Пусть думает, что у меня в запасе что-то есть. Понял, товарищ, что я на перезарядке. Погнали дальше. Так. Вот этот товарищ нам гораздо важнее, нежели АМХ. Ну, а теперь можно, в принципе, и двигать в сторону АМХ. Хотя я не думаю, что я что-то успею. Все-таки уж очень долго ожидать, пока мне будет возможность предоставлена отстреливать. Как видите, броня довольно неплохая. Да, некоторые машины были ниже нас по уровню. Но, опять-таки, это правда жизни с ОМА-СМ в той среде, в которую он попадает каждый раз, когда вы в бой заходите. Вам будет суждено играть не только с восьмерками, но и с семерками, к счастью, тоже. 3000 единиц урона, 3 уничтоженных соперника. Что касается результатов по фарму, то здесь у нас красуется 80 тысяч с учетом прем-аккаунта. Ну и что касается нашей результативности в команде, то я надеюсь, что сейчас мне никто дис не влепит. За занятое, опять-таки, первое место и 3 уничтоженных соперника. И вот это максимально приближено к правде жизни СОМУА. Именно из-за этого СОМУА мне нравится немножечко больше, чем Т-77. Опять-таки, на каждый танк свой танкист. И говорить о том, что конкретно мое мнение о машине является 100% верным, я не зарегаюсь абсолютно. Но обратите внимание на то, что на СОМУА-СМ, если вы средний танкист, вам будет играть все-таки попроще, нежели на Т-77. Здесь 3 снаряда в магазине, здесь больше урон за один барабан. Ну, короче говоря, здесь немножечко будет полегче. Вот такое вот честное мнение по поводу СОМУА-СМ и набора, который сейчас есть на продаже за 12 тысяч голды. Покупать или нет, здесь решать, безусловно, вам. Мое дело показать машины такими, какие они есть на самом деле. И если вы за эту честность, если вы за честность обзоров, и если вы поддерживаете честность ютюбера на его канале, то прямо сейчас подписывайтесь на канал, потому что, поверьте, я никогда не обману вас и не посоветую купить что-либо, что может потенциально вас расстроить. Побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.